Наше путешествие начинается в Симферополе у КФУ имени Вернадского. В этот день мы преодолели довольно большой и тяжелый маршрут на автобусе длительностью 18 часов. Было сделано несколько остановок, одна из которых в Тамане, центре инологии Шато Тамань, где нас познакомили с современными технологиями изготовления вина, а также дали возможность побывать в роли его дегустаторов. Дорога была хоть и долгой, но очень веселой. В 2 часа ночи мы приехали в Пятигорск и заселились гостиницу Южная. Утром нас ждал плотный завтрак, а затем экскурсии по курортному городу Кисловодску. Кисловодский национальный парк имеет площадь почти 966 гектар. В нем нам также удалось попробовать разнообразную минеральную воду. Самым большим удивлением для нас была иммерсивная экскурсия с эффектом погружения. Погружение не только в красоты города, но и в танцы. Вечером нас накормили не менее вкусным ужином и выделили свободное время, которое в течение всей практики нас очень сплотило. День начался с экскурсии в городе Пятигорск. Провал – одноименное название пещеры и подземного озера, имеющего очень красивый внешний вид, но отвратительный запах. А это бесстыжие ванны. Понятно, откуда такое название. Пятигорский парк Цветник – самое известное туристическое место в Пятигорске. Это исторический центр города. Нам также удалось посетить дом музея Лермонтова и место его дуэли с Мартыновым. По пути во Владикавказ мы побывали в замке Шато-Эркен, французском замке винодела из Кабардино-Балкарии. Северная Осетия встретила нас осетинскими пирогами и осетинским пивом. Место размещения на последующие два дня – гостиница Пушкинская, Владикавказ. Нашу большую группу разделили на три маленьких, чтобы автобусы могли проехать на территорию республики Ингушетия. Нам не очень повезло с погодой, но настоящие туристы дождя не боятся. Мы побывали в Джирахском ущелье, увидели крупный башенный комплекс в древнем городе Эгикал, а также древний христианский храм Тхаба-Ерды. Столица Ингушетия Магас оказался очень красивым, но очень пустым городом. Башня Согласия открывает на него невероятный вид. Прогулка по городу Владикавказ. Городу, который ассоциируется у всех с красным цветом. Самой старой площадью Владикавказа является Площадь Свободы, которая расположена в центре города. Действительно полноводной мы увидели реку Терек, самую крупную реку Северного Кавказа. На ее левом берегу расположена мечеть Мухтарова или Сумитская мечеть, символ Владикавказа. Далее наш путь был в Кабардино-Балгарскую республику. Мы остановились в доме культуры имени Кулиева в городе Тернаус, где узнали об особенностях народов Кавказа. На поляне Чигет, находящейся на высоте 3100 метров, из одноименной турбазы открывается невероятный вид на горы. Мы отправились в Прильбрусье, где поднялись на канатные дороги на высоту более 3800 метров. В сравнении высшая точка Крыма гора Романкош имеет высоту 1545 метров. Там мы впервые попробовали хычин, национальные пироги Карачаева-Балгарской кухни. Вечер начался с массажа, а закончился звездным часом нашего бригадира. Нам удалось прокатиться на кресельной канатной дороге с видом на горы Чигет и Эльбрус. Она была намного интереснее гондольной канатной дороги, на которой мы поднимались на Эльбрус. Затем мы прошли относительно несложный трекинговый маршрут к водопаду Тирскол. Наш последний день на Кавказе начался на поляне Нарзанов, где мы смогли попробовать разные виды Нарзанов и докупить последние сувениры. Затем мы побывали в долине реки Адерсу и направились в термальный источник с лечебной водой Гедука, вокруг которого выстроен целый спортивно-оздоровительный комплекс. Дорога домой оказалась быстрее и заняла примерно 15 часов. Кавказ. Мы обязательно вернемся.